В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненецком округе планируют снять режим самоизоляции для прибывающих в город. С 20 сентября те, кто имеет местную прописку, могут не уходить на обязательную самоизоляцию по приезде. В специальности одна, зарплата разная. Такая ситуация на сегодня сложилась во многих отраслях, где работают бюджетники. Тема стала поводом для проведения круглого стола в окружном парламенте. Под лежачий камень вода не печет. В нашем эфире расскажем о неравнодушных жителях микрорайона Мирный, которые сами занимаются благоустройством и организацией досуга. 11 сентября в Заполярье стартует голосование. В 2020 году выборы будут проходить в течение трех дней. Жителям Коткинского и Великовисочного сельсоветов предстоит избрать главпоселений. Также граждане Ненецкого округа будут голосовать за губернатора Архангельской области. Так в избирательных бюллетенях будут представлены шесть кандидатур. Александр Цибульский от партии «Единая Россия», «Справедлива» Рос Ирина Черкова, представитель партии ЛДПР Сергей Пивков, пенсионер Николай Вакорин, индивидуальный предприниматель Андрей Есипов и эколог Айман Тюкина. Воспользоваться правом голосования может любой избиратель, зарегистрированный на территории Ненецкого округа или Архангельской области. Причем исполнить гражданский долг можно досрочно, 11 или 12 сентября на своих участках. В эти дни УИК будет работать с 8 до 20 часов. В воскресенье 13 сентября пройдет единый день голосования. За ходом избирательного процесса будут следить 81 наблюдатель. 36 человек по городу, 45 в населенных пунктах. В Ненецком округе продолжают фиксироваться завозные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки COVID-19 выявлен у двух жителей Наринмара, вернувшихся с Большой земли. Один из них помещен в специализированный стационар Ненецкой окружной больницы. Второй получает лечение амбулаторно на дому. Также амбулаторно продолжает курс лечения 13 человек. Из них 10 жителей Наринмара и трое вахтовиков на Южно-Шапкинском месторождении. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому находится 538 жителей округа. Напомню, в регионе пока действует режим ограничительных мер в связи с COVID-19. В Ненецком округе планируют снять режим самоизоляции для прибывающих в город. С 20 сентября тем, кто имеет документальное подтверждение регистрации в регионе, то есть прописку, могут не уходить на обязательную самоизоляцию по приезде. Все остальные также будут обязаны предоставлять либо справку об отсутствии вируса, либо вынуждены самоизолироваться на две недели. Эти и другие вопросы обсудили участники оперативного штаба при врио-губернаторе региона. Ольга Руссоу продолжит. Поводом для отмены самоизоляции для жителей региона послужили многочисленные обращения граждан. К тому же, по словам врио-губернатора, ситуация с заболеваемостью не критическая. Я еще на прошлом штабе предлагала, что уже можно отменить этот режим, но в моем понимании надо задеть обязательно масочные. Таким образом, в отношении жителей региона режим самоизоляции будет снят. Сохранится только так называемый масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты теперь необходимо будет во всех социально значимых учреждениях. А вот те люди, которые иногородние или вахтовики, которые прилетают, в отношении этой категории людей имеет смысл сохранить этот режим, чтобы они тестировались, чтобы они проходили это тестирование и приезжали уже с правками. Кроме того, на совещании речь шла о проведении празднования Дня округа. Его планируют отметить в эти выходные в Центре арктического туризма. Участники оперативного штаба обратились к сознательности жителей и гостей города. Этот период, когда мы боремся с коронавирусом, нас приучил не только мыть руки регулярно, но и если чувствуются какие-то симптомы, заболевания, то, конечно, не нужно идти ни на праздник, нужно быть дома, нужно лечиться, а при необходимости обращаться к врачу. Особое внимание будет уделяться безопасности. На входе будут установлены проходные фильтры, соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В региональном парламенте намерено выступить с инициативой о внесении изменений в систему оплаты труда работников бюджетной сферы. Этот вопрос стал основным повесткой круглого стола на площадке окружного собрания депутатов. Специальность одна, зарплата разная. Такая ситуация на сегодняшний день сложилась во многих отраслях, где работают бюджетники. Например, два учителя английского языка из разных школ, но с одинаковой нагрузкой из-за разницы в окладах могут получить за свой труд абсолютно разные суммы. А все потому, что единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы перестала быть обязательной. В итоге многие учреждения не соблюдают рекомендуемую долю окладов. По этой причине в собрания депутатов стали поступать жалобы, связанные с оплатой труда, в том числе на непрозрачность и непонимание, и как она формируется. Поступало очень много жалоб от работников в части того, что была непрозрачность оплаты труда и непонимание, из чего она состоит. Многие учреждения не соблюдают рекомендуемую долю окладов, установленных в единых рекомендациях по установлению на федеральном, региональном, местных уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. В своем спиче Наталья Кордакова также напомнила, что в соответствии с майскими указами президента России были поставлены целевые показатели. Чтобы добиться их выполнения, зачастую работникам приходится трудиться на полторы-две ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы, медицинским работникам поручают дополнительные дежурства. Соотношение структуры заработной платы медицинских работников в Ненецком автономном округе и единых рекомендаций, принятых российской трехсторонней комиссией. И всего, вы видите, выплаты по окладам 36,2, а рекомендовано 55, компенсационные выплаты 16,8, рекомендовано 15, стимулирующие выплаты 47, рекомендовано 30. Вы видите, данные разнятся. Еще один вопрос, который обсуждался в ходе встречи – размер зарплаты на Севере по сравнению с субъектами, находящимися в более благоприятных климатических зонах. Так, по мнению депутата Анны Булатовой, при расчете средней заработной платы показатели не соответствуют действительности. В ходе дискуссии парламентарии пришли к выводу, что на сегодняшний день появилась необходимость в изменениях, которые позволили бы закрепить в окладах большую часть заработной платы. По итогам круглого стола выработаны рекомендации, которые будут направлены в Госдуму и правительство России. По итогам заседания принято решение поддержать концепцию проекта федерального закона о необходимости реформирования системы оплаты труда работников бюджетных организаций. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Заполярье завершается северный опережающий завоз. Программа включает в себя обеспечение населенных пунктов Ненецкого округа всеми видами энергоресурсов – дизельным топливом, углем и дровами. Михаил Веселов продолжит. Общая стоимость контракта составляет свыше 1,25 млрд рублей. Это цена 20 400 тонн угля, почти 8 тысяч кубометров дров и около 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Всем этим уже полностью обеспечены деревни и села Нижнепечория, а также населенные пункты западной части округа. У нас по контракту 30 сентября поставка должна быть полностью завершена. И сегодня у нас один подрядчик – это Ненецкая нефтяная компания, ее структурное подразделение. Мы довольны тем, что удалось наладить такую схему, когда у нас один подрядчик, который занимается всеми видами топлива. Нам проще, и эта конструкция, на мой взгляд, немного надежнее, так как подрядчик – окружная структура. Какие обязательства пока остаются невыполненными и с чем это связано? Это уголь, дрова и бочкотара, варандей и каратайка. Мы в начале этой недели с руководством ННК разговаривали. Ориентировочные даты такие. С 12 по 14 сентября судно встает на погрузку в Архангельске. И с 20 по 25 должно разгрузиться в этих двух населенных пунктах. Так что пока предварительно 25-го, если никакого форс-мажора не будет, мы закроем поставку опережающего завоза этого года. Проблем по качеству не по дистопливу, не по углю практически не было. Но по углю мы отслеживаем ситуацию больше к концу осени, к началу зимы, когда люди начинают уже активно пользоваться уголь свежей поставки. Тогда у нас приходит больше информации по качеству. Но так как поставщик не сменился непосредственно угля, это Хакасия, то надеемся, что здесь мы не ждем беды. У нас были небольшие жалобы на качество дров. Но там, где эти жалобы были обоснованы, поставщик заменил некачественную древесину. Энергоресурсами, по мнению собеседника, Енинский округ будет обеспечен в полном объеме и вовремя. Небольшая оговорка, наверное, здесь нужна, потому что опыт уже подсказывает, что в сентябре иногда бывают на востоке шторма. Это все-таки море. Но тревоги у меня, тем не менее, нет, потому что я, ну, допустим, если будет форс-мажор, и мы выйдем, ну, к примеру, за рамки сентября на неделю, 10 дней, смертельного ничего не будет, потому что запасы у нас есть, то есть мы не без топлива сейчас. А то, что это будет выполнено, ну, это практически, я думаю, стопроцентная уверенность. Подобная уверенность не может не вызывать оптимизма. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В школах Ненинского округа с 14 сентября стартуют всероссийские проверочные работы. Традиционно ученики региональных школ писали их в конце учебного года. В 2020 году из-за пандемии и перехода учебного процесса на дистанционное обучение проведение ВПР перенесли на начало нового учебного года. Отличительной особенностью написания всероссийских проверочных работ в начале нового учебного года станет то, что их результаты не будут использоваться при выставлении отметок в рамках текущего контроля успеваемости. Как объяснили в региональном департаменте образования, проведение ВПР в начале учебного года необходимо в первую очередь для того, чтобы выявить проблемы в знаниях, которые могли бы образоваться за время дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19 в прошлом учебном году. Результаты ВПР помогут скорректировать учебную программу. Так, согласно графику, всероссийские проверочные работы в школах округа пройдут с 14 по 29 сентября. Их напишут учащиеся 5-8 классов. В 9 классах решения проведения ВПР в порядке апробации каждая школа принимает самостоятельно. Более 16 тысяч цветов высадили в окружной столице этим летом. На протяжении нескольких лет уютную атмосферу на улицах города создает муниципальное предприятие «Чистый город». Александра Литкова продолжит. Петунии, бархатцы разных оттенков, цинерарии и сальвии. Для озеленения улиц на теплицах комбината «Солнышко» вырастили однолетние цветы, которые наиболее устойчивы к переменчивому климату Крайнего Севера и высаживаются в округе уже более 10 лет. В этом году решили немножко отойти от уже, так сказать, привычных для нас бархатцев и петуний, цинерарии. Были также приобретены цветы сальвия и бархатцы прямостоячие, махровые. Вот, тем самым город стал более крашен. Муниципальное учреждение «Чистый город» согласно условиям контракта приобрело у тепличного комбината «Солнышко» 16 тысяч саженцев цветов. Жители города по достоинству оценили труд агрономов. «Мне понравилось. Особенно посадили везде цветы. Это очень даже приятно. Все хорошо, красиво, как более смотрится, чем раньше. По сравнению с прошлыми годами, сейчас гораздо лучше, красивее, зеленее все». Для высадки цветочной рассады предприятие привлекло сотрудников Нинецкой агропромышленной компании. Как отметили в «Чистом городе», поставка цветов от местного производителя всегда гарантия того, что они будут надлежащего качества. «На территории нашего города нет площадей для того, чтобы правильно хранить цветы до того, как мы их возьмем. И поэтому, если цветы привозят из других регионов, то тогда они просто портятся в основном». Кроме того, в этом году предприятие приобрело термочаши, которые позволяют обеспечить полную сохранность растений на протяжении длительного времени. Восемь современных уличных вазонов разместили на улице Смедовича. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Наш следующий материал о неравнодушных и активных жителях микрорайона «Мирный». Территориальное общественное самоуправление, сокращенно ТОС, позволяет не только сплотить соседей и сделать жизнь людей интереснее. Это также помогает реализовать многие инициативы, связанные с благоустройством. Слово Михаилу Веселову. «Славное время проведем, чтобы было веселее, нашу пляску заведем!» Это ведь еще древние римляне верно подметили, что каждый сам кузнец своей судьбы, своего счастья. Или же, как говорили на Руси, под лежачий камень вода не течет. В этом смысле поселок «Мирный» – то место, где люди не ждут, что кто-то со стороны придет и станет их развлекать или решит какие-то бытовые проблемы. Вот этот праздник, встреча «Золотой осени» – один из многих. Жители организовали сами. Пригласили гостей из телевисочного культурного центра «Престиж», умеющих создать атмосферу хорошего настроения. «Очень много народу, всегда на улице, в лесу собираемся. Дружно живете? Дружно очень. Новый год, крещение, Рождество. Все гуляем со всеми. Нашим клубом общения. 8 марта? 8 марта. Все праздники, все, собираемся. Мы просто пляшем, мы просто поем, мы просто что хотим делаем, мы отрываемся, как дети. Кто смирный, сам обычно здесь ухаживает за территорией, убирает мусор. Здесь вот они, видите, как чисто, хорошо, красиво. И они, вот этот пятачок, это их пятачок, на котором они проводят постоянно праздники. Даже когда, если бывало такое, что дождь идет не так, как сегодня, все равно проводятся всегда праздники весело. Потому что здесь живут очень дружные люди. Заметьте, здесь клуб «Миряночка», который находится на территории ТОС, здесь дети, которые пришли сегодня на праздник вместе с мамами. Но при всем при этом ТОС «Мирный» имеет еще и статус юридического лица, что создает ряд дополнительных возможностей, помимо организации коллективного и насыщенного досуга. И он может участвовать в конкурсе грантов, что он и делает всегда. Он получил грант, значит, городского бюджета, называется проект «Дружные соседи». Территориальное общественное самоуправление в «Мирном» появилось в 2015 году. Совет ТОСа состоит из девяти молодых и энергичных людей в возрасте от 30 до 40 лет. Все мероприятия, которые хотят провести, они обсуждают сообща и составляют план действий. Потом обязательно отчитываются перед жителями. А также мы проводим ежегодную конференцию граждан, где отчитываемся перед нашими соседями, что мы сделали, какие гранты брали, какие вопросы смогли решить. Часто на эти конференции приглашаем администрацию города, чистый город. В последнее время мы добились, вот сейчас у нас отсыпают дорогу, то есть будет отсыпать дорогу и укладывать плиты. Построили мы детскую площадку в самом начале 2015 года. Вот у нас детская площадка появилась. Еще у нас появилась спортивная площадка в 2019 году. Задумок, по словам собеседницы, много. Тем более, что «Мирный» ширится и растет, как говорится, не по дням, а по часам. Тут и там строятся новые дома. Нет, останавливаться на этом не будем. У нас очень много планов, но надо все будет решать потихонечку. Еще одна особенность «Мирного» – уклад жизни здесь близок к сельскому, деревенскому. Ухоженные подворья почти в каждом, деревца рябин с алыми гроздьями, полисадники, огороды и теплицы. – Понадовал урожай в этом году? – Хороший урожай. – Что особенного удалось? – Да вроде все и картошка, вроде хорошая, и морковь, и зелень, и огурцы. Ой, у нас всех очень большие урожаи. У Тамары Семеновны в этом году даже в «Контакте» выставлено вкус помидоров. Вообще такая прелесть. Пока разговаривали о делах насущных и урожая, праздник продолжался. С песнями, плясками, играми, конкурсами и шуточными эстафетами. С пирогами и чаепитием. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является городское кафе «Артишок».